А сейчас мы возьмёмся за картинки, которые были присланы теми, кто уже зарегистрирован на стоках и работает на них от нескольких недель до нескольких месяцев, а некоторые даже умудрились и полтора года проработать. Общее впечатление от картинок у меня, конечно, немного унылое, но в этом удивительного ничего нет. Именно поэтому у вас и есть эта проблема с продажами. Картинки производят такое скучноватое впечатление, а должны по идее так радовать, как-то будоражить и вызывать желание купить. А это самое главное стоковые картинки, желание купить её. Так как вы всё равно находитесь сейчас в долине смерти, я вас особенно жалеть не буду и пройдусь по вашим работам так достаточно жестоко. Я жестокер, вот вам и название для проекта. Ну и напоминаю, что картинка у меня здесь загружена как попало, не по авторам. Так что всё вперемешку. Коротко и быстро начали. Сейчас я не проверяю картинки на шум, на резкость, потому что они уже прошли, я так понимаю, инспекторов на шаттерстоке. Мы оцениваем коммерческую ценность этих снимков и думаем, что же можно сделать, чтобы улучшить эту самую коммерческую стоимость, продаваемость этих снимков. Здесь у нас голова сфинкса на такой бетонной текстуре тонированной. Я не знаю, что здесь можно улучшить. Работа, в принципе, оригинальненькая и, может быть, для каких-нибудь задач сгодится. Улучшать здесь особенно нечего. Может быть, чуть-чуть изменить компоновку. Типа такого. Но, правда, при этом потерялась характерная форма голова сфинкса и, может быть, и не стоит так делать. Просто как вариант. Поехали дальше. Сфера, развернутая сфера. Это чисто технический снимок, который, возможно, понадобится каким-то узким специалистам, 3d-шникам и так далее, для того, чтобы натягивать какую-то сферу вокруг сцены. Но выбор именно вот этого изображения для сцены не совсем понятен. Не знаю. Я считаю, что это чисто технический снимок. Хотя некоторые фрагменты его могут быть поданы совершенно отдельно. Олицетворяющий такой абандон заброшен. Типа такого. Натюрморты. Их у вас очень много. И большинство из них, увы, совершенно бессмысленные. Что у нас здесь? Перец? Технически и по гамме картинка очень такая привлекательная. Хотя композиция не очень удачная. Я считаю такие пропорции неправильными. Пропорции должны быть классические. 2х3 или 3х4 в крайнем случае. Вот классическая пропорция. Стало лучше. А еще лучше будет вот так. Смотрим. Было. Стало. Но только по композиции. Предназначение этого снимка для меня тумане в полном. Я считаю, это какое-то тупиковое направление в стоковой фотографии. Вот еще картинки из той же серии. Даже я не знаю, что сказать вообще по поводу. Это, в общем, красиво, наверное. Но сток уже избитый. И столько всего этого добра на шаттерстоке, что я не совсем понимаю, зачем там толкаться в этой толпе уже кофейной. Композицию в данном случае я считаю неудачной. Квадрат здесь не оправдан. Пончики. Примерно вот так. Но фон дурацкий. Вот эти полосы. Кошмар. И вот здесь смотрите, что творится. Как инспектор это пропустил? Я не понимаю. Или еще не пропустил? Пейзажик. Ну, красиво, наверное, да. Но опять же, скучно. Такое чувство, что немного завален горизонт. Может и нет, но ощущение такое есть. Поэтому можно немножко перезавалить, наоборот, чтобы это ощущение пропало. Вот так. В остальном, по композиции здесь все хорошо. И по цвету хорошо. Но главная проблема наших пейзажей в том, что они скучные. Я своим студентам говорю вот такую фразу. Если вы снимаете какие-то банальные вещи, предметы, пейзажи, людей просто таких, просто позирующих, ничего не делающих, как вот девушки любят фотографироваться в каких-то дурацких позах. Так вот, когда вы снимаете банальные вещи, нужно делать это обалденно классно. Пейзаж должен быть таким, чтобы вы хотели немедленно там оказаться. Такие пейзажи существуют, тем более на шаттерстоке. Полно таких картинок. Смотришь на них, заворожен, думаешь, какая красота, как классно. Я хочу там оказаться. Вот это правильный пейзаж. То же самое с предметом. Я хочу его, немедленно этот предмет. Будь то, не знаю, там телефон или какое-то блюдо, напиток. Это должно быть очень вкусно, очень привлекательно, притягивающе. И такая же ситуация с девушками. Девушка в кадре должна быть настолько обалденной, что вот я хочу на ней немедленно жениться. Все остальные случаи, они все провальные. Девушка, которая не вызывает желания. Пейзаж, в котором не хочешь очутиться. Город, в котором не хочешь жить. Еду, которую не хочешь есть. Нет никакого смысла выкладывать на шаттерсток. Это все не будет продаваться. Ваш потенциальный покупатель должен хотеть. Я вот смотрю на эту картинку, и я не хочу. Извините, нет. А вот это смешно, да. Композиция никакая. Но я предполагаю, что она и не может быть лучшей. Скорее всего, снимок сделан так быстренько, случайно. Так было бы интереснее. Если оригинальное разрешение позволяет, то лучше, конечно, перекадрировать таким образом. Я не знаю, сценка здесь забавная сама по себе. Но, конечно, очень нетипичная. Будет ли эта картинка как-то востребована? Ну, в какой-то малой степени, видимо, будет. Но стокер не может разбогатеть на одной картинке. Ему их нужно много-много-много хороших картинок. Если у вас будет, предположим, там 500 вот таких разных забавных животных, снятых в забавных ситуациях. Тогда, наверное, да, можно на что-то надеяться. А пока это только вот такая разовая ситуация. Тут мы имеем классический стоковый сюжет. Всё нормально. Немножко композиция. Не та. Вот так будет получше чуть-чуть. Будет ли это продаваться? Потенциал есть, но предложение вот именно таких фотографий, она огромная. Поэтому тут как повезёт. Скорее всего, не повезёт. Но может. О, смузи. Тема модная. Снимок хороший. По композиции. Ни каких личных деталей. Немножко меня смущает вот такое почти центральное положение этой банки. Лучше бы она вот была немножко левее. А тут ни туда, ни сюда, ни центр и ни классическая одна треть. А так, в принципе, очень хорошо. Хороший стоковый снимок. Это, видимо, тростниковый сахар, насколько я понимаю. Здесь тоже всё хорошо из композиции. Я бы чуть-чуть немножко убавил воздуха вокруг. Чуть-чуть. Типа такого. Потому что фотография всё равно не предназначена для того, чтобы на ней размещать ещё какие-то там элементы, тексты и так далее. Это в чистом виде иллюстрации. А в иллюстрации, чем крупнее, чем яснее будет ваш главный объект, тем лучше. Особенно на превьюшке. Здесь на превьюшке всё читается. Так, здоровый образ жизни, йога. Тут тоже немножко небольшой косячок с композицией. Всё бы вот это всё сдвинуть чуть-чуть правее. Причём вот так вот кадрировать не очень хорошо, потому что у нас отрезается воздух сверху. Ну, типа такого. Нормально, стоковая фотография. Хитом это, конечно, не станет, но направление очень верное. Вот побольше таких фотографий. Сейчас мы так немножко коснулись ЗОЖа, так скажем, да? Видимо, это один автор был. Верное направление. Больше работаете. Фишку поймали. Теперь вопрос только в количестве, в упорстве. Ну и, конечно, в креативности. Но это отдельная песня. А тут, наоборот, какая-то вреднятина, какая-то сладость. Выглядит прям, скажем, вот так вот, врезаю. Мне кажется, так интересно. Ну, в общем, неплохо. Мне кажется, лишняя вот эта банка здесь, то ли с мёдом, то ли с чем, без неё было бы лучше. Отвлекает на себя внимание. А так, так, неплохо. Но, повторяю, натюрморты, это всё-таки так скучновато. Единственный плюс в съёмке вот такой вот фуд-предметки, это то, что вы можете всё это съесть после съёмок. Если вы это снимаете перед тем, как всё это съесть, быстренько так, по пути, оно себя оправдывает. А если вот вы часами вот так выстраиваете композицию, раскладываете орешки, свет ставите и так далее, то есть тратите кучу времени на съёмку вот такого, в общем, симпатичного, но при этом очень скучного натюрморта, я думаю, это очень нерентабельная работа. Неправильный путь. Такое надо снимать быстро, по пути. А иначе КПД вашей деятельности очень низкий. Вот я здесь вижу попытки работы такой очень целенаправленной, стоковой. Я рекомендую вам вычищать вот этот мусор. Мелочь, конечно, но у вас есть такая претензия на идеальность картинки. Тщательно же всё очень сделано. Уберите и пыль вот эту вот заодно. В общем, хорошо. Это как раз тот пример, когда долгая подготовка к съёмке, создание вот такого натюрморта, кропотливое, оно чем-то оправданно. Потому что результат, в принципе, здесь интересный. И объекты размещены достаточно хорошо. Чуть-чуть бы я по-другому скадрировал. Совсем чуть-чуть. Типа такого. Но и тот вариант был неплох. Так держать. Просто работать и больше. Это я не знаю, что такое. Типа абстракция. На мой взгляд, кошмар. Халява какая-то. Полная вроде положенности к предыдущему снимку. Если вы пришли работать на стойке, давайте работать. Думать в первую очередь. Для чего вы снимаете? Каково предназначение этого снимка? А потом, решив что-либо, придумав, стараться сделать это хорошо. А вот это халява. В топку. Ну, про пейзажи я уже говорил. Пейзаж должен быть такой, чтобы там хотелось немедленно оказаться. А это, извините, плоский наш невзрачный пейзаж. Конечно, есть некая потребность в таких пейзажах. Надо же каким-то образом иногда показать уныние, тоску и полную безнадёгу. Но спрос на такую потребность, я думаю, полностью удовлетворён на шаттерстоке десяткам вот таких снимков. Не так уж часто нужны такие снимки. В топку. О, вот это я считаю кошмар. Тут у нас как бы предметка, но при этом не изолирована на белом фоне. Что ещё можно объяснить? Потому что такой изолированный объект можно как-то использовать потом в макете, например. А вот на таком сером деревянном фоне. При этом предмет подразумевает какой-то праздник, что ли, подарок. А картинка, в общем, такая серенькая. Очень формальный, очень такой бездумный подход к стоковой фотографии. И по композиции полный ноль, и по идейной составляющей. Не знаю, позовите какого-нибудь ребёнка, дайте ему в руки вот эту игрушку. Это же подарок. Пускай он её дарит. Поместите предмет в его реальную, нормальную среду. Подарок должен дариться. Тогда приобретает какой-то смысл картинка. Не обязательно показывать целиком этого вашего ребёнка с подарком в руках. Можно какой-то маленький фрагмент. Просто нужно передать настроение. Пускай там что-то будет мигать на фоне, светиться. Радость должна быть в снимке. А здесь у нас, извините, уныние. Очень бестолковое уныние, бездумное. Текстурка. Не знаю, что это такое. Видимо, какие-то колпачки или гильзы. И, наверное, в какой-то очень узкой области это может быть востребовано. Это чисто технический снимок. Снято хорошо, ровно. И, наверное, один раз будет где-нибудь востребовано. Что у нас тут? Love Story, да? Беда заключается, конечно, в обстановке. В моделях тоже. Модели в таких ситуациях должны быть такие безупречно красивыми. Ничего не имею против этих молодых людей, но внешность у них не модельная. По крайней мере, я этого не вижу. Ну и обстановочка вокруг. Личний раз напоминает, в какой стране мы живём. В серой. Я думаю, эта фотография имеет ценность только вот для этих людей. Больше никто её не купит. Создавайте хорошее настроение при помощи своих фотографий. Здесь этого не надо. Ну, то же самое. Почему девушка опустила взгляд? Что у неё там в руках? Снежок? Нет, не знаю. Нет, не видно. Ну, хоть бы улыбнулась, что ли. Посмотрела на нас. Потенциально красивая девушка. О чём снимок, не понимаю. Эмоций нет. Топку. Ага, вот здесь попытались создать какое-то настроение. Мы таскали всяких предметов. Автор постарался, да. Но обстановка максимально нереальная. Неестественная. Чем мне не нравится вся эта постановочная фотография, салонная? Нормальных людей помещают в какую-то среду, в которой они никогда не были. И эта среда максимально неестественная. Вы посмотрите вот на эти бетонные глыбы на фоне, с торчащими кусками ржавой арматуры. Печались эти мешочки с сердечками. Коньки и пледы. Какая-то совершенно нелепая ситуация. Неудивительно, что ребята спрятались за шляпой. Им стыдно за то, что они здесь находятся. Ну и техническое замечание. Вот эти вот пропорции. Любые пропорции, отличные от классических, сильно-сильно уменьшают количество ваших потенциальных покупателей. Эту фотографию, конечно, и так никто не купит. Из-за нелепости вообще происходящего в кадре. Но если бы она была, предположим, нормальной, вот такие пропорции очень обломают покупателей. Иногда такие картинки нужны, да, для обложек, скажем, да, для обложек оформления каких-то сайтов. Ну и всё, больше никак. Так, используйте классические пропорции. Так, счастливая семья. Формально вроде бы как всё на месте. Композицию можно немножко подправить. Типа такого. Или даже ещё чуть-чуть. Вот так. Но то, что не очень хорошо видно лица родителей, это, конечно, минус. Как вариант, можно скадрилить вот таким образом. Вот так, например. Более такая отчётливая ситуация получается. Но, повторяю, здесь вот с ракурсом, с лицами всё-таки не очень удачно. Но как могли, улучшили. А вот это уже интересно, да, смотрите. Я его немножко молча переделаю. Всё, готово, дарю. Хороший снимок. Тоже хороший снимок. Мне нравится. Чуть-чуть перекадриловал. Для определённых задач сойдёт. Это, своего рода, такая заготовка. Если вы придумаете, что вот сюда написать. Интересного, подходящего. Несколько вариантов надписей. Эта фотография может хорошо продаваться. Подумайте. О, вот отличный пример. Совершенно бессмысленный. Несуразная ситуация. Что художник хотел сказать этой картинке? Каска на каком-то засохшем дереве в поле. Может быть, эта статья будет о каком-нибудь погибшем рабочем, которому опостылила его жизнь. И он пошёл, повесился на дереве. А дерево потом сломалось. И упал на него. И добило. Да, вот в таком случае эта фотография подойдёт. Больше я не могу придумать способов использования этой фотографии. А, подождите. Смотрите. Название картинки переводится как «Берегите природу». Вон оно что. Обалдеть. Нет, ребята, не работает. Не возникает у меня такого ощущения от этой картинки. «Берегите природу». Наберите в шаттер-стойке вот эту фразу «Берегите природу». И вы увидите, какие картинки отвечают этому запросу. Не такие. В топку. Так, что у нас? Это звезда морская. Да, очень мило. Да, в принципе, ситуация понятная. Только звезда очень неудачная. Она похожа на какой-то мешочек. Посмотрим на превьюшку. Да, формально всё хорошо. Хотя, конечно, тени такие немножко грубоватые. Из-за яркого солнечного света. И море с небом такие недостаточно яркие. Но самая большая проблема именно в этом центральном объекте. Непонятно, что это такое. Не привлекает. Помните, я говорил, хочется этот предмет взять в руки. Оказаться в той ситуации. Нет, я не хочу этот предмет взять в руки. Я не знаю, что это такое. Неудачно. О, смотрите. Я даже не думал, что это такое бывает на самом деле. Мальчик на фоне ковра. Здорово. Мыльненькая, конечно, фотография. И тёмненькая. Знаете, по-своему, интересно даже. Так экзотичненькая. На фоне всего этого гламура стокового. Смотрится так очень натурально. Но при этом как-то темновато. Надо всё это поярче сделать. Но вообще в снимке, конечно, есть проблема. Он мыльный. Некачественный. Жалко. Было бы хорошо ещё так затонировать его. Отличная иллюстрация там. Либо к здоровому образу жизни. Либо к теме каникул. Как я провёл лето у бабушки и так далее. Вполне себе интересный мог бы быть снимок. Если бы не качество. Работать не над качеством. Это старый велосипедный насос. Не просто старый. Ещё перемотанный изолентой. Велосипедный насос, конечно, такая очень грустная, скучная тема. Даже современный велосипедный насос. Как его снять так, чтобы это было красиво? Я вам скажу как. В реальной обстановке. Если бы вот этим насосом. Натурально накачивали камеру такого же старого раздолбанного велосипеда. Или пускай даже нового, не важно. Существование этого насоса в кадре было бы чем-то оправданным. А вот так, как какой-то объект непонятный, который издалека напоминает слегка арбалет. Я не знаю. Опять же, всё зависит от бюджета снимка. Если вы это сделали за одну минуту. Вы снимали кучу-кучу разных объектов. И производство этой картинки обошлось в 2 копейки. Тогда да, имеет смысл. А если вы что-то думали, где-то искали всё это, радостно принесли в студию, выставляли свет, потом всё это вытравливали и так далее. Ради чего? Я не понимаю. Здесь нет большого коммерческого потенциала. Пейзаж. Мангешлаг. Да, симпатично. Проблема многих пейзажей в том, что они очень такие обычные. Да, это красивое место. Там очень хорошо, приятно находиться живьём. Любой пейзажный фотограф это скажет, что трудно передать те ощущения, которые мы испытываем, находясь непосредственно в этом месте. Трудно. И эта картинка может привлечь только тех, кто сознательно ищет вот именно такое место. Все остальные не обратят на неё внимание. Но, если бы вы здесь, предположим, вот на этом откосе на бережку, разместили какого-нибудь рыбака, или здесь на переднем плане, спиной даже. Картинка бы сразу приобрела какой-то другой смысл. У неё появился бы сюжет, а значит, у неё появились бы причины для того, чтобы быть продаваемой. А сейчас я их здесь не вижу. Пустыня. Да, красиво. Но я уже говорил про пейзажи. На пейзаже, конечно же, есть спрос. Пейзажи, конечно же, продаются. Но вот с такими снимками, если у вас только вот такие, успеха на шатерстоке вы не добьёте. Какая-то интересная текстура. Какая-то соль выступила, что ли, на земле. Но непонятно. Опять же, очень узкая применяемость такой картинки. Какой-то мусор ещё тут валяется, к тому же. Тряпки. Не знаю, как-то невыразительно. Я думаю, ничего не получится этой картинкой. Не будет она продаваться. Джунгли, заросли. Да, в принципе, вот тут как-то можно что-то развить. Тему какого-то абандона, заброшенности. Здесь она как-то особенно не поддерживается, эта тема. Потому что вот по мелкой превьюшке непонятно, о чём идёт речь. Я считаю, что этот снимок не стоковый, неинтересный. Вот тут фотограф как бы попытался сделать стоковую фотографию, видимо. Ребёнка принесли в студию. Белый фон, шарики накидали. Только кадр какой-то очень неудачный. Ребёнок смотрит куда-то в сторону. У него нет никаких эмоций. Я не вижу здесь никакой радости, какого-то веселья и так далее. Очень неудачный кадр. Задача была правильная, реализации никакая. Ловите эти кадры, ловите удачные. Здесь не то. Ну и композиция никакая тоже. О, опять натюрморты. Чечевичный супчик. Повторяю, если вы снимаете такое перед трапезой своей, приготовили для того, чтобы съесть вкусненько и красивенько, а перед этим сфотографировали, ваша деятельность это оправданно. Вкусно, здорово, красиво, заодно и сфоткали. Потом, когда эта картинка продастся за несколько долларов, вы скажете, вот мой обед окупился. И тогда вы будете удовлетворены. Моя фотография меня кормит. Тропический пляж, безлюдный. Неудачный снимок. И композиция какая-то бестолковая, и отдыхающих я не вижу. О чем картинка? О том, что в этом году на наши курорты никто не приехал? Какое-то желание нам, может, вызывает? Все надоело, хочется отдохнуть, поехать в отпуск, например? Нет, нет такого желания. Раз вы уже оказались в такой ситуации, вот вам три шага до моря. Давайте, не ленитесь, сделайте что-нибудь интересное в кадре. А тут вы просто мимо проходили. Не зачет. Хороший кадр, атмосферный, мне нравится. Обязательно сделайте горизонтальный вариант, вот такой. Немножко надо вытащить из темноты все это, высветлить. Хорошее такое настроение у снимка. Не забываем убирать всяческий мусор, ненужный из кадра. Чуть-чуть, конечно, не хватает резкости здесь, но запас у нас большой, по размеру можно еще уменьшить, до 3000 по длинной стороне, и даже еще немножко меньше. Вот теперь совсем хорошо получилось. Можно еще затонировать, куда-нибудь, предположим, в холодное. Сделать несколько вариантов. Такое оставить, естественное, и еще тонированные. Типа такого, например, или наоборот, в теплое. Вот так. Пробуйте. Хороший снимок. Удачно поймали. Сохраню для вас нетонированный вариант. Вот хороший пример правильной стоковой работы. Отличная такая заготовочка для детского творчества, например. Все хорошо. И качество отличное, и освещение. Конкретно в этом снимке меня немножко смущает поворот. У нас вот этот лист как бы горизонтальный, и при этом не совсем горизонтальный. Тут нужно либо выравнивать геометрию, вот так. Делать вот эту рамку внешнюю максимально ровной, так скажем. Похожей на настоящую рамку. Это один из вариантов. Либо заваливать, наоборот, сильнее. Вот так, чтобы появилась какая-то динамика. Оба этих варианта гораздо лучше, чем первоначальный. Попробуйте так сделать. Работа, в общем, хорошая. В правильном направлении двигателя. Тут какая-то у нас беда. Во-первых, я вижу логотипчик. Еще, смотрите, такое фирменное изображение. Если это фотография editorial, тогда пускай остаются эти логотипчики. То есть у вас нет релиза этих людей. Еще логотипчик. Все на раз убирается. Если у вас есть релизы этих людей, тогда логотипчики можно убрать. И в принципе, эту фотографию можно рассматривать как коммерческую. Но вот этот прямой солнечный свет, все, конечно, убивает. Сценка сама по себе милая. Но освещение и вот это вот мельтешение на заднем плане, это плохо. Тени очень резкие. Все это можно спасти каким-то таким тонированием. Типа вот такого. Но если фотография editorial, тонировать нельзя. Повторяю, это интересная сценка, но неудачный ракурс. Если бы вот здесь на фоне был бы не какой-то рынок, по всей видимости, а голубое море там с голубым небом и пальмами, фотография отлично подошла бы к отпускной теме, несмотря на совершенно немодельную внешность этих людей. Тут как раз показаны совершенно обычные люди, которые находятся в отпуске. Это хорошо. Но фончик и вот это яркое солнечное освещение подкачали. Увы. Что-то буддийское. Куча мелких деталей. Неудачный снимок. Ни по композиции, ни почему. Я не знаю о чем. В тех случаях, когда нужна будет какая-то иллюстрация, рассказывающая о Юго-Восточной Азии, о буддизме, найдутся более выразительные и эффектные фотографии. Это в топку. И это тоже в топку. Фотография ни о чем. А что, симпатичная картинка. Вполне себе такая стоковая. Только надо немножко переделать. Вот типа такого. Дарю, забирайте. Апельсин. Нерезкий. Грязный. На непонятном фоне. В топку сразу. Новогодняя композиция. Мандаринчики немножко такие поджухлые. Это можно, кстати, в фотошопе поправить. Зря они поправили. Чуть-чуть можно подрезать. Без всякого ущерба. Вот так. Здесь у нас пустое место. Еще бы коробочку положить здесь. Было бы хорошо. Но только по композиции. По сюжету я считаю, что все это все-таки скучновато. Новогодняя тема очень-очень-очень-очень тысячу раз очень хорошо представлена на шаттерстоке. Бороться будет очень трудно. Надо делать просто какие-то обалденные шедевры. Здесь у нас такой хороший крепкий середнячок. Но середнячком на шаттерстоке быть мало. В этом направлении на тюрмортах нужно быть просто монстром, чтобы пробиться. Пробуйте. Ага, вот еще одна работка из той же оперы. Неплохо. Единственное, что вот здесь вот пустоты. Их лучше обрезать сразу. Как бы так. Ну и тоже сделать два варианта. Один вот такой чисто фронтальный, вертикальный. И один, предположим, немножко под углом. Тоже неплохой вариант. Единственное, нужно следить за тем, чтобы не попали некие логотипы. И еще инспектора любят требовать релиза собственности на такие игрушки. Это же чья-то авторская работа. Будьте готовы к таким притязаниям. Но может и пройти. Пробуйте. Отлично снимать. Опять ребенок в студии. Цвет и свет очень приятные. Но композиция и ракурс неудачные. Вот так немножко получше. Вот так. Но о чем картинка, непонятно. Вот он смотрит наверх. А зачем он туда смотрит? Что он там видит? Мы не знаем. Лучше бы он смотрел прямо на нас. Прямо на фотографа. Еще можно было бы использовать этот снимок как иллюстрацию к вопросу каких-нибудь там о материнстве, о маленьких детях и так далее. А сейчас вот в этом ракурсе я не знаю. Я считаю, что это неудачный ракурс. Ловите, ловите ракурсы. Ловите, ловите моменты. Здесь это не удалось. О, опять натюрморт. Вот, я не знаю, я устал. К чему это все? Русская кухня, что ли? Не знаю. Перец задать зачем здесь? Восточный. Здесь вот явно какой-то русский лубок. Не знаю, какая-то разножопится, извините. Я не знаю, к чему все это используется. Бесполезно, я считаю. Ага, вот здесь есть сюжетик. Лего, конечно, очень не любит, когда его запчасти используются в стоковых фотографиях. Но здесь может и пропускают такие вещи. На мой взгляд, картинка хорошая, интересная. Только нужно убрать из кадра вот ненужные детали. И так же понятно, что это грязь. Вот так лучше. Можете оставить и тот вариант. Но попробуйте и этот. Сохраню на всякий случай. Опять натюрморт. Но уж больное освещение хорошее. Такое правильное настроение создается. Утреннее. Правда, за такой бардак на столе, конечно, нужно бить по рукам. Но это типа красиво. Но композиция, ребята, неудачная. Вот эти сучки здесь мешают вообще восприятию. Вот этот шов между досками мешает восприятию. Воздух, по идее, должен быть больше сверху. Все слишком впритык. Неудачный ракурс. Посыл правильный. Снимок неудачный. Ага, вот интересная картинка. Символическая такая. Ну что, мне кажется, тут все хорошо. Единственное, что снимок вертикальный. Если у вас разрешение снимка этого позволяет сделать горизонтальный вариант. Я смотрю, позволяет. Надо сделать его. Типа такого. Добавьте этот вариант к вашему. Посмотрим, как будет продаваться. Так, есть какая-то беда с резкостью. Непонятно, куда смотреть. Да, на ножке бокала есть резкость. А на этих фруктах нет. Изолированный снимок на черном фоне. Мы имеем чисто технический снимок. Как иллюстрацию его будут применять вряд ли. Ценность такой фотографии для меня под вопросом. Я не знаю, насколько они пользуются популярностью. Мне кажется, что они особенные. Не буду комментировать. Под крылом самолета какая-то серятина, ребята. Сера, тусклый, неинтересно. Закрываю. Старый фотоаппарат. Логотипы стерты. Сюжет непонятен. Может быть, руки надо было по-другому разместить. Как будто бы человек фотографирует при помощи этого фотоаппарата, а не просто его держит в руках. Какой-то сюжет появился бы. Пускай даже без лица, просто вот на вытянутую руку, как будто он поднял над головой и пытается сделать кадр. Что-то было бы тогда в этом кадре. А сейчас, не знаю, нету. О, социальная помощь. Да, в общем, нормальный снимок. Вполне может быть востребован. Такая вот наша суровая действительность. Совершенно узнаваемая ситуация наша советская. Только проблема в том, что в России-то у нас снимки покупают очень редко. Чаще воруют. С одной стороны, грузить на шаттерсток снимки, рассчитанные именно на россиян, вроде как правильно. Потому что на самом деле таких фотографий не хватает. С другой стороны, опыт показывает, что никакого бешеного интереса эти фотографии не вызывают. Да, они могут немного продаваться. Но все-таки российский стоковый рынок такой очень скудный. Увы. Так что целенаправленно заниматься вот такой фотографией, наверное, нет смысла. А вот так мимо проходя, заодно, почему бы и нет. Сним их сам по себе удачный. Так, опять натюрморт. Ребят, я, наверное, не буду комментировать больше натюрморты. Я уже все о них сказал. Здесь у нас какой-то сюжетик. Это хорошо. Я, правда, не понимаю, о чем речь. То ли она не хочет гладить, то ли она уже погладила и очень устала. Мне очень явно читается посыл. Еще неудача этого кадра. Я считаю отсутствие контраста между вот этим халатом и фоном. Все слилось. Задумка, в общем, правильная. Людей нужно снимать в действии. Спрос на людей, которые что-либо делают в кадре, всегда будет. Жаль, что вот такой белый фончик. Либо халат нужно было другого цвета надеть на девушку. Доработать нужно. Цветы. Обратите внимание на пропорции снимка. Это не классический прямоугольник и не квадрат. Куда вашу фотографию вставят с цветами, я не знаю. На обложку нет. Как иллюстрацию к статье какой-нибудь в интернете. Нет. Как открытку нет. Никуда, ребят. Вы о чем думаете, когда снимаете, когда кадрируете? Зачем вот такая обрезка? Теоретически из такого букета можно получить какой-нибудь интересный фончик. Если скадрировать это все в обрез. Как квадрат, например. Вот так. В принципе, размеры позволяют оставить снимок вот в таком виде. Шумновато, конечно. Я бы своего студента отругал бы вот за такой шум. Ну позорно статичные объекты снимать вот с таким шумом. Элементарно же все это делается. Учитесь. Вот так это стоковый снимок. А вот так нет. Это что у нас такое? Тортик, что ли? Нет. Сыр? Может быть. Я что-то не понимаю. Ну, в общем, это не важно. Картинка блеклая. Добавьте немножко яркости. Жизни добавьте. Радости. Вы же хотите, чтобы я это съел? Купил и съел. Что-то я не особенно пока хочу это покупать, потому что я не понимаю, что это такое. Что-то очень жирное, видимо. Еще бы я немножко по-другому скадрировал. Я понимаю, что здесь вот оставлено место, типа под что-то. Но оно вот наполовину занято вот этой доской. Бессмысленно получилось. Если бы ее не было, а сразу на синем фоне, было бы лучше. Либо доска была на всю площадь. А тут ни туда, ни сюда. Ну, поэтому этот снимок можно смело скадрировать вот так вот. Типа такого. Ничего ценного здесь не потеряли. Композиция стала гораздо более удачной. Но я повторяю, я не понимаю, что это такое. И это очень плохо. Крутка. Возможно, где-нибудь кому-нибудь пригодится. Чуть-чуть перекадрируем. Хотя лучше не стало. Не знаю. Можно не трогать. В какой стране мы все-таки живем? Посмотрите. Грязь, лужи, разруха. Это фермер, видимо. В куртке, которая уже у нас рвется на куски. И мы все это считаем нормальной обстановкой. Не замечаем, что это плохо. Не стесняемся помещать это в кадр и выкладывать на шаттерсток. Норма нашей жизни. Грустно? Чрезвычайно скучная картинка. Я не знаю, о чем здесь можно говорить. Можно я ее сразу закрою? Так, человек. Что значит эта поза? Зачем этот снимок сделан был? Для чего он предназначен? Я понял. Если будет написана статья, у которой будет заголовок такой, я всегда так стою, когда не знаю, что сказать. Или, извините, я не знаю, в чем смысл моего существования. Тогда, да, картинка подойдет. Но разве можно так снимать людей? Заставьте его что-нибудь делать, этого человека. Пускай не стоит вот так вот, как истукан. Бесполезный же снимок. Закрою. Дышь. Вот это гантель, я понимаю. Мощь. Что я там говорил про красивых девушек? Немедленно жениться? Нормальный снимок. Жалко, что вертикальный и фон такой скучный. С этой девушкой можно поработать и добиться интересных снимков. Более интересных, чем этот. Работайте. Вот хороший такой атмосферный снимок. Создает настроение. Но пропорции, ребята, у снимка неправильные. Я уже говорил об этом. Вы обломали часть покупателей, которые не хочут ничего кадрировать, а просто взять картинку и вставить ее в новость. А верстка у них на сайте. Стандартная. Фотографии вставляются классические, в обычных пропорциях. А вы потеряли этих покупателей. Шувениры. Еще один пример халявы. Все равно мимо проходил, сфотографировал. Будет востребован, не знаю. Просто загружу, типа, посмотрю, что получится. Ничего у вас не получится. Оп. Пейзажик. Симпатичный пейзажик, ровненький, хорошо освещенный, с хорошей композицией. Все хорошо. Лишь бы спрос был на такое. Увы, спрос на это низкий. Увы, еще раз увы. Вот пример правильной сценки. Оба субъекта на фотографии чем-то заняты. Не просто позируют, а что-то делают. Появился сюжет, появилась причина эту фотографию как-то использовать. Немножко завален горизонт. Посмотрите. Легко же управляется. Справьте такие вещи. Барабанчик. Нормальный снимок. И кадрировать особенно нечего. Но это, что чуть-чуть. Для большей убедительности. Спрос, правда, на такую фотографию, я не знаю, насколько будет востребован. Думаю, что не очень. Натюрморты. Я все уже о них сказал. Закрываю. Здесь плохо все. И пропорции. И практически нулевая применяемость этого снимка. В том направлении. Так, что это у нас? Помидорчики? Как-то вот издалека не совсем очевидно. А что бы не скадрировать горизонтально? Вот так. Что хуже резистала? Лучше видно. Видно, что руки грязные. Нормально. Еще один натюрморт. Но, правда, не на пищевую тему. Видимо, на какую-то плотницкую. Линейка, доска, карандаш. Пропорции опять нетрадиционные. И картинка, в общем-то, скучная. Я не знаю. Закрою. Здесь что-то есть. Вот это вот свечение мармеладки. Выглядит симпатично. Убирайте, пожалуйста, мусор из кадра. Неаппетитно все эти волоски. По композиции большой вопрос. Не очень, на мой взгляд, удачный. Тут надо поискать 40. Опять натюрморт. Красиво, красиво, ребята. Кто будет покупать, не знаю. При себе, казалось бы, бессюжетности этой фотографии, как раз такое вполне могут покупать. Прикладное предназначение этой фотографии. Показано, предположим, обустройство парка. Обустройство дорожек. Нормально. Это не будет супер хитом, но как-то продаваться может. Цветочки. Я уже говорил на своих бесплатных уроках о цветочках. Я считаю, что это кошмар. Не надо грузить цветочки. Их очень приятно фотографировать. Но как их потом применять, я не знаю. Постарайтесь поинтереснее кадрировать. Запас же есть. Сделайте картинку поярче. Пускай это будут какие-то нереальные цвета. Но, по крайней мере, это более привлекательно выглядит. Вот так еще можно как-то продавать эту картинку. Попробуйте. Сохраню. Так, тут какая-то трагедия произошла. Это, видимо, лак для ногтей. Фон вырви глаз. Слишком, слишком экстремальный фончик. Выключу. Глаза валят. Натюрмортик. Ой, смотри, сколько волос. Вы мне утреннее настроение создаёте, да? Таким снимком. Кто? Здесь есть намек на какой-то сюжет. Фотоаппарат на штативе. Рассвет. Небо слишком белёсое. И всё-таки сюжет такой недоработанный. Лучше бы человек сюда поставить с фотоаппаратом. А так снимок, конечно, не стоковый. Первые заморозки, видимо. Да. Если вы хотите, чтобы эту фотографию покупали по запросу заморозки, сделайте так, чтобы этот иний было совершенно отчётливо видно. Типа такого. Но здесь уже резкости не хватает. Лучше бы макро сняли. Неудачный кадр. Эльмени. Ну чё, интересно. Ну, правда, опять русская тема. Она, как вы знаете, не очень продаётся. Так что, ой. Опять цветочек. Тоже замёрз. Чё ж так темно-то всё. Не знаю, мне кажется, бесполезно спасать этот снимок. Грустно всё у нас с цветами на шаттерстоке. Закроем. О, вот это пример такой халявы, халявы, халявы. Совершенно бессмысленный снимок. Понятно, что человек может завороженно смотреть на огонь часами. Но именно на огонь, как на процесс, а не на такую статичную картинку. И вы этим кадром не передали те ощущения, которые у вас были, когда вы делали этот снимок. Угли везде одинаковые. Хоть в камине, хоть в походе в костре, хоть на рыбалке, хоть на шашлыках. И без соответствующей обстановки вы это настроение, которое у вас было тогда при съёмке, не передадите. Так что, в топку. Ещё один совершенно бесполезный снимок. Что художник хотел сказать этой картиной? Передать какой-то уют, видимо. В праздничную домашнюю обстановку ничего не получилось. Скучная картинка. В топку. Ой, всё. Не получилось у меня быть достаточно жестоким, как я хотел в самом начале. И передачка получилась всё-таки затянутой. Не буду я больше обозревать сразу 100 файлов. В следующий раз уберу самые показательные и сделаю репортаж только с ними. Хотите узнать и понять больше, делать более стоковые фотографии самостоятельно, добываться какого-то успеха, я всё-таки советую вам пойти на мои курсы, где знания вам будут передаваться системно, при помощи конкретных примеров, где будет постоянно обратная связь, будут обсуждаться ваши работы, корректироваться направления фотосъёмки. Я обучаю именно стоковые фотографии. Поборите свою кордыню, согласитесь с тем, что вам есть чему учиться. Из этой сотни фотографий буквально по пальцам посчитать. Те, которые можно назвать стоковыми. По пальцам одной руки. Это очень маленький процент. Всё остальное – тоска. Так что давайте берём себя в руки, изыскиваем средства, чтобы ложить их в себя же, в своё развитие, инвестировать в своё будущее, в конце концов. И бегом на курсы. Смотрите, что мы здесь изучаем. Я вам сейчас быстренько промотаю название уроков. Посмотрите потом на паузе. Ну, плюс ещё к этому постоянный контакт, обсуждение ваших работ, ответы на ваши вопросы. Давайте выходите уже из своей долины смерти. Нечего там задерживать надолго. Иначе тюзиазм вообще пропадёт. Переходите в нашу группу по ссылке внизу под роликом. Вступайте в неё. Здесь вот вы можете познакомиться с описанием курсов. Первый курс для начинающих, до экзаменов. Второй курс для тех, кто уже сдал экзамены, как увеличить ваш доход. Здесь у нас подробно описано, чему обучаемся, про сроки, даты, стоимость, как будет проходить обучение. Если надумали, нажимайте вот на эту кнопку и пишите. Я сообщу вам, как записаться на курсы. Добро пожаловать. До встречи. Продолжение следует...